Автодеск Project Explorer для Civil 3D – это среда, которая позволяет пользователю анализировать объекты моделей Civil 3D, такие как трассы, коридоры и внешние инженерные сети. Настраиваемый пользовательский интерфейс обеспечивает гибкость одновременного просмотра объектов как в графическом виде, так и в табличном виде. Дополнительные пользовательские настройки предоставляют широкие возможности отображения данных проекта, при этом все действия осуществляются в одном диалоговом окне. То, как будут отображены те или иные части проекта, определяется пользователем для наилучшего взаимодействия с программой. Проектирование сложного коридора требует учета большого количества переменных. Project Explorer делает этот процесс эффективнее, поскольку пользователь может видеть всю модель в одном месте. Возможность сравнивать коридор с различными первыхностями помогает устранить потенциальные проблемы. Доступен не только просмотр, но и внесение изменения, когда это необходимо. Доступ к инструментам проектирования Civil 3D, таким как трубопроводные сети, может быть получен непосредственно внутри Project Explorer. В нем доступны дополнительные инструменты, такие как установка постоянного уклона труб по всей сети, что призвано упростить процесс проектирования. Project Explorer предоставляет пользователю возможность создания пользовательских таблиц AutoCAD, которые могут быть как статическими, так и динамическими. Они могут быть настроены требуемым образом и послужить в дальнейшем в качестве шаблона на других проектах. Так как таблица является динамической, при изменении диаметра проектных труб на другой размер, она автоматически обновляется. Отображение только актуальной информации позволяет избежать дорогостоящих ошибок на последующих этапах проекта. Пользователи также могут воспользоваться преимуществами формирования отчетов в Project Explorer. Поддерживается создание пользовательских отчетов в различных форматах, что напрямую помогает оптимизировать процесс разработки проектной и рабочей документации. Autodesk Project Explorer для Civil 3D – это среда, которая позволяет просматривать и анализировать объекты модели Civil 3D. В этой части ролика мы рассмотрим трассы, профили и коридоры. Project Explorer дает возможность создавать объекты, используя те же инструменты, что и обычно, но в едином пространстве. В окне предварительного просмотра отображаются выбранные элементы. При этом вы можете настроить параметры их отображения, такие как масштаб, сетка и некоторые другие. Пользователи могут использовать те же инструменты для создания трасс и коридоров. Как только элементы созданы, они сразу же доступны для просмотров в Project Explorer. К просмотру доступны все характеристики объекта. При необходимости их тут же можно удалить. Настраиваемые элементы для трасс и профилей по умолчанию отображаются розовым цветом. Эти поля могут быть изменены пользователем. В окне предварительного просмотра отображается как существующий профиль земли, так и проектный профиль для выбранной трассы. Возможно просматривать трассу по пикетам. Специальный маркер будет указывать местоположение на профиле. Также доступны к просмотру участки прямых и кривых профиля и точки вертикального пересечения. Информация по профилю может быть показана таким же образом. Выбранный существующий или проектный профиль будет подсвечен в области предварительного просмотра. Пользователь может просматривать профиль по пикетам, прямым и кривым, а также по точкам вертикального пересечения. Возможно быстро сравнивать с другими профилями, используя функцию сравнить с. Данные сравнения отображаются как в окне предварительного просмотра, так и в табличном виде. Конструкции также эффективно проверяются и редактируются при необходимости. Project Explorer в окне предварительного просмотра отображает конструкцию, показывает список доступных конструкций и элементов конструкций по обе стороны от базовой линии. Значения параметров можно регулировать, при этом в окне предварительного просмотра будут отображаться эти изменения. На вкладке области коридора показаны все области, в которых использовалась выбранная конструкция и указано, нужно ли перестроить данный коридор. Вид сечения позволяет увидеть коридор с существующей поверхностью. Пользователь может быстро перемещаться по пикетам или переходить к определенным базовым линиям или же областям внутри коридора. Границы областей также могут быть отредактированы на этой вкладке. Возможно быстро перейти к определенным характерным линиям внутри коридора. Project Explorer дает возможность создавать таблицы и отчеты для любой трассы, профиля или коридора модели. Доступны статический и динамический вариант. Они могут быть размещены в пространстве модели или же сразу на листе. Выбор элементов и отображение данных проекта может быть настроено в соответствии с требованиями пользователя. Динамические таблицы будут автоматически обновляться при внесении каких-либо изменений в трассу или коридор, а также при внесении изменений в формат самой таблицы. Вы также можете импортировать предварительно настроенные шаблоны отчетов из предыдущих проектов. Выбрав необходимый тип отчета, есть возможность создать его на основе геометрии трассы, сравнения профилей, характерных линий коридора и многих других элементов. Autodesk Project Explorer предоставляет инструменты и гибкость для эффективного проектирования, анализа и оформления документации. Autodesk Project Explorer для Civil 3D это среда, которая позволяет просматривать и анализировать объекты модели Civil 3D. В этой части ролика мы рассмотрим работу с характерными линиями. Запроектируем подпорную стенку с помощью характерных линий напрямую через Project Explorer. Первая характерная линия, которую мы создадим, будет представлять собой нижнюю часть подпорной стены, поэтому мы поднимем ее на существующую поверхность земли. Вторая характерная линия, которую мы создадим, будет представлять собой верхнюю часть подпорной стены. Для начала мы установим верхнюю часть стены на постоянной высоте. Теперь, когда мы создали наши характерные линии, отредактируем их имена в Project Explorer, чтобы легче было распознать каждую из них при принятии проектных решений. Теперь нам нужно установить отметки для верха подпорной стены. При индивидуальном редактировании отметки для каждой вершины пользователь может зажать клавишу Ctrl и специальный маркер покажет на плане местоположения редактируемая вершина. Такой подход помогает понять, какая вершина характерной линии или подпорной стенки, как в этом примере, редактируется в любой момент времени при задании проектных высот. Теперь, когда заданы конечные точки, возможно установить постоянный уклон между несколькими вершинами характерной линии. В Project Explorer выбираем список точек и применим необходимый уклон. Это действие изменит отметку высоты в каждой редактируемой точке. Для последующей точки установим такое же значение высоты, как и для предыдущей. Project Explorer позволяет установить постоянную высоту между точками характерной линии. Чтобы закончить нашу конструкцию, установим постоянный уклон к концу подпорной стенки. Это даст нам плавный переход к концу стены и привязку к высоте, которая была установлена в начале процесса проектирования. Project Explorer позволяет сравнивать профили или поверхности с проекцией характерной линии в диалоговом окне. Это позволяет визуально осмотреть привязку в местах расположения подпорной стены к проектному профилу дороги и сравнить верхнюю часть подпорной стены с существующей поверхностью. Создадим поверхность, используя характерные линии, которые были разработаны для представления подпорной стены. Создать поверхность можно непосредственно внутри Project Explorer. Теперь, когда поверхность создана, выбираем характерные линии и добавляем их к поверхности. Обратим внимание, что в модели появились горизонтали. Таким образом, все проектные действия были сделаны в одном месте, в Project Explorer. Предположим, что мы получили запрос на формирование отчета, который поможет в строительстве предполагаемой подпорной стены. Используя инструменты формирования отчетов в Project Explorer, можно быстро удовлетворить этот запрос. Отчет, представляющий проектные решения, может быть создан с использованием стиля по умолчанию или по заранее созданному шаблону, который будет отображать только ту информацию о проекте, которая необходима. Этот отчет может быть сгенерирован в нескольких различных форматах, что предоставляет гибкий подход при передаче требуемой документации на этап строительства. Autodesk Project Explorer для Civil 3D – это среда, которая позволяет просматривать и анализировать объекты модели Civil 3D. В этой части ролика мы рассмотрим работу с трубопроводными сетями. Project Explorer позволяет создавать новые трубопроводные сети, используя стандартные функции Civil 3D, напрямую из диалогового окна. Такой подход упрощает проектирование и оптимизирует принятие решений. После создания трубопроводной сети можно настроить вид отображаемой информации, выбрав начальный и конечный колодец, в пределах которых необходимо произвести изменения. Это дает возможность сосредоточиться на отдельной части сети или всей сети в целом. Возможно быстро внести изменения в трубопроводную сеть в Project Explorer. Один из инструментов в диалоговом окне позволяет установить постоянный уклон труб или назначить разницу отметок начала и конца сети. Пользователь может быстро изменять определенные настройки для трубопроводной сети. В этом примере все конструкции должны иметь привязку к заданной трассе, чтобы отобразить правильные пикетажные значения. Можно выбрать часть или всю сеть разум для настройки из одного окна. Одной из наиболее мощных функций Project Explorer является возможность создания таблицы AutoCAD, представляющих проектные данные для трубопроводной сети. Эта таблица может быть статической или динамической. При динамической связи изменения в проекте будут обновляться в таблице автоматически. В этом примере мы создадим таблицу для всех труб сети. Есть возможность отобразить всю информацию, доступную для этих элементов, или же загрузив предварительно настроенный шаблон, только ту, которая нам необходима. Этот шаблон может быть частью внутреннего регламента организации. Ведомость можно разместить как в пространстве модели, так и в пространстве листа. В этом примере воспользуемся первым вариантом. Так как был выбран вариант динамической связи, любые изменения проекта сразу же будут обновлять нашу таблицу. Заменим все трубы на трубы другого размера. Обновление происходит мгновенно. Используя функцию создания отчетов внутри Project Explorer, возможно создавать HTML-отчеты с табличными данными. Выберем тот же набор объектов и просто изменим выходной параметр на HTML. При необходимости можно внести изменения в формат отображения. Запускаем процесс формирования отчета и видим требуемый результат. Отчеты, создаваемые в Project Explorer, также могут быть статическими и динамические. Еще раз поменяем размер труб для трубопроводной сети. После внесения изменений просто выберем и снова запустим формирование отчета. Отчет обновился. В любой момент проектирования или после завершения проекта, возможно создать чертеж, содержащий все данные проекта, но уже в формате 2D. Эта задача может быть быстро решена в Project Explorer. Для этого запроса можно выбрать необходимые элементы или же все данные модели. После нажимаем сформировать данные. Такой подход позволит создать 2D модель в одном чертеже или же файле. Autodesk Project Explorer для Civil 3D – это среда, которая позволяет просматривать и анализировать объекты модели Civil 3D. В этой части ролика мы рассмотрим работу по формированию таблиц, ведомостей и отчетов. Project Explorer позволяет создавать, настраивать и сохранять различные формы отчетов и таблиц. Пользователь может выбрать необходимый способ отображения проектных данных. Таблицы могут быть размещены как в пространстве листа, так и в пространстве модели по необходимости. Они могут быть статическими и динамическими. Project Explorer дает возможность выбирать поля и столбцы, которые будут отображаться в таблицах и отчетах. Колонки могут быть включены или выключены, а также выстроены в соответствии с требованиями проекта. Эти настройки можно выполнить для всех доступных форм отчетов в Project Explorer. Пользователь может задать необходимое расстояние между пикетами расчета и название колонок таблицы. Все элементы Civil 3D имеют предварительно настроенные стили таблиц и отчетов, которые также могут быть отредактированы пользователям при необходимости. Таблицы и отчеты могут включать в себя различные элементы Civil 3D, например, трассы и профили. При этом для каждого типа объектов выбирается свой стиль таблицы «Отчет». Таблицы, создаваемые в файле, могут быть как статическими, так и динамическими. Динамические таблицы будут автоматически обновляться в случае изменения проектных данных, например, трассы. Обновление также произойдет при изменении стиля таблицы. Форматы отчетов и таблиц могут быть импортированы из прошлых проектов. Файлы содержат индивидуальные настройки для каждого отчета и могут быть дополнительно отредактированы в соответствии с текущими потребностями проекта. Функция сравнения позволяет создавать отчеты и непосредственно сравнивать трассы и профили с другими аналогичными элементами для проверки значений смещений и перепадов высот. Отчеты можно создавать любое время, выполнив команду «Сформировать выбранные отчеты» или запустив команду «Сформировать все отчеты», пользователь получит обновленные проектные данные по модели на данный момент. Данные в списке объектов могут быть отсортированы или удалены по мере необходимости. Типы объекта показаны с помощью уникального значка в столбце «Индекс». Пользователь может изменить подобъекты для каждого объекта в списке и просмотреть данные, которые будут созданы для отчета в нижней части диалогового окна. Autodesk Project Explorer предоставляет инструменты для эффективного создания и настройки подробных таблиц и информативных отчетов.